Третья атака на роль отца — это движение ЛГБТ. Это тоже запущена специальная программа. Она также уничтожает отцовство или вообще размывает все границы, любое понятие, что такое мужчина или женщина, или в общем Божье творение. Вот месяц Pride Month, который сейчас проходит в Америке, или же рестораны, кафешки некоторые, магазины. Все заполнено вот этой пропагандой этого движения. И даже образование наших маленьких детей сегодня в школах, куда вы отправляете ваших детей учить математику, то вам там будут учить, что это нормально иметь две мамы. А ребенок уже такой в замешательстве, а как же, а где папа? Ну вот две мамы, хочешь, кто-то из них будет твой папа. И ребенок как будто бы не понимает, куда и что, как, где оно называется. Приведу вам пару мультфильмов. На следующем слайде вы видите мультфильм, который ваши детки, наверное, видели. А теперь вы узнаете, что эти мультфильмы пропагандируют. Вот этот верхний мультфильм, он такой как бы вообще, ну как будто в мире животных. Но когда вы смотрите этот мультфильм, то там в одном эпизоде животное, ребенок спрашивает у животного родителя. Говорит, папа, я не знаю, кто я, я мальчик или девочка. А животное папа отвечает, ну ничего страшного, тебе не обязательно быть мальчиком или девочкой. И детки наши смотрят и думают, а кто же я? А мультики им помогают понять, ты не обязательно он или она. Ты можешь быть просто вот между, или можешь быть и мальчик, и девочка. А еще популярный мультфильм, папа Пег, который детки смотрели, и, наверное, все взрослые смотрели. Только взрослые сегодня не будут поднимать руки, кто его смотрел. Но в этом мультике уже объявлено то, что папа Пег празднует гей месяц, прайд. И он это делает так с дерзновением. А детки наши смотрят и думают, ну, если поросенок уже празднует с флагами, то, а куда же нам, а мы с этим поросенком уже дружим, уже лет 10 смотрим на него, как бы он наш герой, то и мы, наверное, будем праздновать. Вот, друзья, вам и программа, которая запущена. И хочу заметить, что вот это алфавитное движение, оно предпочитает использовать не он или она, а они больше предпочитают использовать местоимение оно или они. А теперь, что мы получаем в итоге? Смотря на то, что ЛГБТ умышленно отказывается употреблять он или она, а предпочитает употреблять оно, этим самым они отрицают понятие биологического пола, который дается человеку от рождения и определен Богом. Тем самым они выступают с бунтом против установленного Богом закона природы и принципов устройства семьи и продолжения рода. Дальше. Они претендуют быть представителями духовного мира. Здесь внимание. Почему духовного мира? Духовными существами. Так как смотря в Писание, духовные существа, ангелы, дух человека и демоны не имеют пола. А в греческом оригинальном тексте, на котором написан Новый Завет, они обозначены словом оно, или точнее в английском переводе словом эт, которое переводится как оно. И если эта идея исходит от духовных существ, то нетрудно догадаться, какие эти духовные представители, то есть демоны. сложный текст, но идея, я думаю, понятна. А теперь пример из Писания. Матфея 17,18. Иисус запретил ему, и бес вышел из него. Это русский перевод. А теперь читайте английский. Иисус rebuked the demon, and it came out. Это оно. Оно вышло из него. Не он, не она, а оно. И сегодня вот это движение ЛГБТ, оно именно употребляет вот эти местоимения. Оно или же они. специально избегая, разрушая структуру, природу, которую Бог создал. А теперь, я думаю, мы все понимаем, что это либерализм, это движение, которое сегодня с нарастанием развивается в нашей стране, как оно разрушает структуру семьи, отцовство, понятия всех библейских принципов и роль, которую Бог дал отцам, мужчинам. Сегодня в Америке насчитывается всего лишь полтора процента людей, трансгендеров. Но я думаю, что мы все чувствуем, какое шумное движение в медиамире они создают. Вам не кажется, откуда у них такая сила? Откуда влияние? Почему 99% не может справиться с одним процентом? Вам не кажется, что там что-то за ними очень сильное, очень темное, очень демоническое, которое сегодня навязывается нашим детям? Да, друзья, я согласен, что эти новости, которые сейчас рассказываю, они негативные, они не вдохновляют. И мне даже плохо, что я об этом говорю. Это не позитивная информация. Но я думаю, что мы как родители должны это знать. Мы должны не просто в праздник отца сказать кому-то Happy Father's Day. Мы должны знать глубже, больше, думать о том, что ожидает наших детей и что я как отец могу сделать. С составила помощь, потому что Продолжение следует...